На чемпионате мира среди юниоров фигуристы Арина Ушакова и Максим Некрасов выступали впервые. Еще в начале сезона танцевальная пара заявила о серьезных спортивных планах. После короткой программы одинцовские фигуристы стали главными претендентами на бронзу чемпионата, обойдя канадский дуэт. Тренируются ребята в Денцово под руководством своего наставника, заслуженного тренера России Алексея Горшкова. Не забывают и про учебу. Арина и Максим получают образование в училище Олимпийского резерва номер один. На каникулы пока не собираются, ведь фигурное катание – спорт бескомпромиссный. У юниоров сезон начинается вообще рано, даже соревновательный, понимаете. А вообще сезон у нас не заканчивается. То есть сейчас же в современном фигурном катании отпуска практически нет. Музыкальность и выразительность движения одинцовские фигуристы оттачивают на занятия хореографии. Бессменная спутница ребят в их спортивном становлении хореограф Наталья Яновская – опытный и чувственный педагог. Занятие в танцевальном классе – важная часть спортивной подготовки. Здесь будущие чемпионы учатся слушать и слышать музыку, чувствовать свое тело, уверенно держаться, а главное – говорить со зрителем на языке движений. Это тяжелая работа, где надо учиться делать через «не могу», через боль, через труд улыбаться, учиться уметь дышать, уметь разговаривать между строк, чтобы со зрителем протянуть невидимую ниточку, чтобы зритель сопереживал, танцевал вместе с ним, дышал вместе с ним. Нынешний урок хореографии открытый у станка начинающие спортсмены и призеры международных соревнований. В гостях представители училища Олимпийского резерва, куда большинство ребят поступают, продолжая тренироваться. Фигурное катание – это не только лед и не столько лед, сколько сила духа, которую вы приобретаете на других видах тренировочных занятий. Еще одна звездная воспитанница отделения фигурного катания спортивной школы Одинцова – Вероника Монат. Ученица Андрей Кислухина, заслуженный тренер России, работает с одиночниками. К маститому тренеру фигуристы попадают в возрасте 10-11 лет. Короткая программа называется «Грезы любви». Музыка там нежная. Это чувство, надо передать чувство любви. То есть надо кататься с улыбкой, красиво. По элементам она достаточно сложная, там есть сложные прыжки. А произвольная программа у меня мастер и Маргарита. Вероника Монат – это воспитанница Одинцовской школы фигурного катания. Изначально она здесь родилась, Одинцовская, почти с первых лет занимается. Кандидат в мастера спорта, участница всероссийских соревнований, спартакиат. Для Вероники сезон не закончился. Впереди соревнования в Оренбурге, где девушке предстоит выполнить норму мастера спорта. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.